Есть возможность, у нас есть возможность почувствовать, что прямо сейчас в аэропорту Донецка происходит, работает ли так называемый режим тишины. Мы узнаем у Ирины Баглая, она весь день провела около аэропорта, вот сейчас она у нас на связи. Здесь есть возможность поговорить с Ирой Добро. Ир, какова последняя информация, насколько тихо у вас? Да, Дим, стабильно под огнем и регулярно как по часам. Вот так можно охарактеризовать сутки в зоне АТО с того момента, как самопровозглашенный лидер ДНР Захарченко объявил со своей стороны о режиме тишины вчера. Баглаки не только не оттянули свою артиллерию от Донецкого аэропорта, вчера вечером они накрыли село Пески огнем из реактивных установок ГРАД. И сегодня утро для наших военных началось с минометного обстрела. Вот они там все внизу сепаратисты сидят. Так нам лучше уйдить и спрячь. Это смешно. Вчера с утра позвонили, сказали, что объявлено перемирение на два дня. И участились обстрелы. Минометы, грады, артиллерия. За ночь прилетело четыре залпы градов. Перемирья нет. Они по нам постоянно стреляют. Остальный раз мы вчера ишли от танкистов по дороге. И буквально в метрах пяти от нас лягали мины. Скорее всего, 82-го, то что, ну, нечутно было свисток. То, ну, 120-ка, а потом взрывается. Дальше 2 секунды и сразу взрывалось. Днем бои в районе аэропорта возобновились. По всей видимости, боевики вышли и вели обстрел из крупнокалиберного оружия. Украинские военные лишь после атаки террориста смогли дать отпор ответным огнем. В том числе и по одной из вышек шахт Донецка. Там, по их данным, и находится корректировщик арт-огня боевиков. И к вопросу, присутствуют ли российские военные по ту сторону фронта. Наши бойцы, так сказать, по почерку узнают профессионалов. Здесь, в районе аэропорта, главная проблема, говорят бойцы, это эвакуация раненых на безопасную территорию. Вот во что боевики превратили автомобиль одного из батальонов, когда бойцы везли своего раненого товарища. У раненых зачастую бывает, скажем, по, это даже, я могу сказать, только по нашей стороне дороги, как бы и по 6 человек в день. Учитывая то, что здесь стоят разные подразделения, там, как бы и военные, и батальоны, и вот, централизованные, скажем так, военные, медицинные, но здесь никто. Бьют боевики не только по нашим позициям, но и по мирным жителям. Под грады вчера снова попали дома дачного поселка. Здесь остаются 200 человек гражданских, в основном это пожилые люди. Под артобстрелом люди здесь собрали урожай зерновых 80 тонн, а живут без света, газа и денег. Зарплату, им уже говорят, и не начисляют. Даже приходили из Донецка, значит, люди пешком, чтобы убрать урожай, который еще остался. Мы должны убрать урожай. Мы семеновольческое хозяйство выращиваем сорта новых зерновых, эльчменя, зимой пшеницы. И надо было сохранить эти сорта. Несмотря на регулярные атаки, аэропорт остается под контролем силовиков АТО. В этом мы убедились сегодня. И Дебальцево еще одна позиция, по которой боевики сегодня ударили 13 раз. По информации нашего источника, в районе села Никишино террористы вели огонь из реактивной системы залпового огня «Ураган». В самом же Никишине в результате боев, по сведениям от самих бойцов, 10 наших военных получили ранения. И во время утреннего сегодняшнего четырехчасового обстрела минометами боевиков, один армеец погиб. Найбольшая точка на повреждение заходится по близлему населенному пункту Дебальца. Само на цей населенный пункт, а также те населенные пункты, что мы живем с ним, пропадает наибольшая количество обстрелов. Вот такой режим тишины, объявленный уже не только украинской властью, но и боевиками Дима.